всем привет скульпт из альфа 6 и захотелось попробовать нового персонажа сделать именно черепашку ниндзя и так буду использовать болванку опять же забрать можно конечно со сферой но вот с этого персонажа хочется посмотреть как его можно переработать так через shift давайте все это дело уши ему уберем флатаном вот так все позатрем шифтом по убираем все прикольно вот так и будем делать теперь симметрию включим и попробуем еще раз так вытираем образом опять же шифтом так все голова заготовка есть что у черепашки ниндзя еще отсутствует это нос да так нос мы сделаем вот так тоже все это дело мягко сплюсь ним чтобы получилось вот что-то в таком духе так теперь что у него еще есть это есть у него рот это клей и попробуем так вот клейм здесь вот накидывать массу так смотрим что получается так теперь нужно все это дело грабом так краб поднимаем вот эту голову вперед вот эту сападку чуть-чуть выпускаем вот так вот таким вот образом здесь рот поправляем подбородок чуть припускаем ну будем делать приближенного к человеку наверно так теперь что нужно делать так вот этот вот нос вот этот нос эту часть еще разбавим вот так вот мягенько так тут теперь шифтом шифтом и все это дело сглаживаем вот таким вот образом намечаем теперь вот эту скулу так скула намечено и вот это все дело теперь по скуле можно как бы наверное вытянуть вот так теперь вытягиваем все это дело как бы вот так так горло поменьше подбородок чуть больше дадим и надо подбородок теперь наверно тоже набросать вот так смотрим что получилось ну уже принципе похоже ну а теперь больше резки рот побольше так что тут у нас вот с этими дугами все опять же гладко выглаживаем здесь делаем вот такой вот такой вот надрез тоже делаем подбородок так и делаем пока вот опять же грубовато так что здесь еще вот эти части нужно прибавить так вот тут тоже выглаживаем тут тоже сапатку набросать сейчас кто-то скажет на рептилоида похож возможно не исключено так есть такое дело здесь пока шея нас не волнует ну а теперь опять резко на низкой интенсивности вот так вот рисуем вот эти части под глазами мягкие доводим надрезаем бровь делаем наметку здесь две сапатки будут так что еще у нас по губам по подбородку так вот эта часть вот так она как бы дутая вот голова немножко приплюснутая так здесь приподнята ну вот уже прикольно получается ну а теперь нужно чуть-чуть наметать губы что-то в таком духе и вот эту часть флаты нам где губы всю докорректировать также так смотрим что тут вот эта часть слишком чтоб не выпирала вот так и как бы с губой и сравниваем теперь скулу чуть-чуть у так вот корректируем делаем ее мягкой так подбородок челюсть вот эту часть тоже чуть-чуть подравниваем ну что-то в этом духе наверно вот в принципе в фильме где-то вот так все обстояло так так поменьше так тоже так 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 и вот эти части еще побольше туда выпускаем ну чтоб не отходить от этого какого от мультфильма сильно держит так и вот эту губу побольше так и вот здесь губа тоже должна быть побольше нижняя тоже как-то распределена вот таким вот образом уже более-менее похож на черепаху так делаем выборку глаз без клей через alt так давайте поглубже все это дело так что такое почему не рисуем опа здравствуйте так резко работает почему-то вот эта часть перестала кисточка работать что тут не так что отключилась а вот это вот все включилась рисование так так итак это есть теперь нужно склеим вот эту на все-таки как бы ноздрю до оформить так как-то чуть-чуть поменьше и подведем вот так вот сгибом так что тут еще так вот эта губа идет побольше так сразу набрасываем наверное те детали которые нам нужны так 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 значит без клэя маленькая кисточка и вот так вот рисуем вот эти части над глазами так следом что еще можно сделать так смотрим как они тут побольше их делаем так теперь через alt выбираем вот эти вот глаза вот так вот сюда мы поместим потом забрать сферу так чуть-чуть конечно это все выглядеть надо чтоб симпатичнее были глаза у них маленькие так что еще тут есть ну и побольше наверно резки так вот здесь вот добавим такую штуку так теперь надрежем нос побольше так надо здесь интенсивность побольше поставить вот так и как бы на нос на губу пусть уходит так теперь что здесь у него тоже складка здесь под губой вот под этой боковые есть так вот эти боковые именно как бы при пухлости вот эти вот над губой теперь клэй и вот это все дело так наверное без клэй пройдем сначала массу дадим губе вот этой нижней вот так вот вот таким вот образом так чуть-чуть выглаживаем все это дело и можно флаттаном флаттаном подкорректировать значит здесь вот так вот флаттаном пройти именно под углом вот как бы вот так вот и вот эту нижнюю губу тоже флаттаном вот так и снизу как бы тоже дооформить пусть пусть таким вот образом будет так и вот эту часть чуть чуть ниже подсадить так так и теперь здесь вот нам нужно вот через альпут этот впадину сделать так и так и наверное еще вот эти дуги побольше набросать вот так ну и надо будет еще и как ты наверно его под изменить вот так потом чайник на еще поменьше сделать вот да вот таким вот образом так эту часть значит сдавливаем так шея будет у него большая так что шею оставляем так вот таким вот образом ну что-то в таком духе и теперь флаттаном чуть-чуть вот это все подскоблим так лоб дооформим лоб вот так вот так здесь тоже впадины попробуем добавить побольше на челюсть массы и посмотрим как он изменится вот все вот это значит одобрям и еще немножко наложить массы вот и шифтом выглаживаем здесь значит через альт немножко вот так вот углубляем и подводку вот эту мышцу накидываем так эту заднюю часть выглаживаем чтобы здесь вот была как бы шишка ну переход сейчас я покажу вот здесь вот раз и вот так вот просто отбиваем побольше и шифтом это все дело вверху сглаживаем о вот это уже что-то так угу угу а если попробовать ноздри еще повыше поднять вот так вот о вот теперь вообще она будет прикольно так и вот эту часть там побольше вот так во что тут еще у нас получается скулы можно побольше еще вывести так и вот эту часть чуть-чуть поприжать во так теперь подбородок чуть накидываем и вот здесь вот делаем вот эти мягкие ткани на горло они пошли так а здесь уже флаттеном вот так вот во во нижнюю часть тоже вытягиваем вот так он будет прикольно смотреться шифтом выглаживаем так смотрим здесь вроде бы все нормально можно вот еще здесь черепушка ему как бы надо оформить вот так вот и выгладить все это дело обязательно чтобы мягко было так что тут еще флаты нам проходим вот эту часть делаем надрезку внутри глаза вот так и немножко глаз вот этот вперед как бы выводим в на эту чуть назад вот так вот ну и здесь вот мешок этот над глазом под накидаем вот так вот и и шифтом его чуть-чуть выгладим так теперь без клэя давайте проведем вообще лучше добавить будет забрать вот это века ну просто как бы наметим пока вот так и подкорректируем за раз таким вот образом это грабом и и века вперед тут так вот но остальные уже наверно в заброшем подкорректируется уже на модели ну вот из болванки вот в человеческом более стиле этот как фильм снят вот такие в них лица так это пока мы сохраняем экспорт так рабочий стол назовем его рафом и теперь можно поэкспериментировать разболванка уже сохраняем его смотрим как он выглядит вот так уже поприкольнее вроде как то так что тут еще у него может быть в принципе ничего голова только что еще может быть поменьше у него черепушка так что тут еще и вот эти части тоже вперед если подать что будет будет урод вот так ладно все теперь делаем тело крепим эту голову к телу а там уже по обстановке доработки под корректировки все всем пока и так продолжаем теперь забрать уже вам знакомо вот это болванка персонажа что нужно сделать давайте сначала все это дело чуть-чуть замаскируем вот так вот смотрим чтобы не было пропусков так теперь делаем control и сочетание клавиш и теперь ротацию отключаем гизма вытягивают этот направляющую и ногу чуть-чуть ставим вот сюда так снимаем маску делаем теперь модифит аполоджи мира and well вот так пойдет теперь делаем вот что маскируем теперь вот эту руку вот так вот смотрим чтобы опять ничего не пропустить и делаем теперь control и и опять же ротацию без гизма ставим в т позу руку вот так вот смотрим что да как так кисть будет обрезаться это без разницы давайте сразу вот так поставим и вот эти кисти trim curve сразу от собачен мира and well также будем делать сейчас другие ноги вот эти вот ноги будем делать по другому так отсобачиваем теперь control shift давайте голову делаем всему этому дубликат и на дубликат и на дубликат подгружаем уже и скульпты с альфа шестой болванку головы раф вот он теперь включаем гизму и вот так control z и к симметрию чтобы не сбилась от симметрии вот эта голова так теперь их симметрию отключаем через alt перекручиваем гизму переносим его через alt зажатый и поднимаем вот сюда вот так голову делаем голову побольше и повыше и вот так вот поднимаем смотрим чтобы здесь более-менее была симметрия так ну где-то вот так наверное во и чуть подальше или чуть даже поближе во поближе так что-то голова какая-то маловатая давайте чуть-чуть ее еще больше сделаем и чуть-чуть повыше вот так вот поставим сейчас будем корректировать так заготовка вот такая вот положено теперь нужно сразу добавить ему именно вот этот вот задний какого хребет хребет или панцирь во панцирь добавляем теперь вот эту сферу чуть-чуть ее сплю с ним вот таким образом подтягиваем к спине делаем ей дай на мэш делаем дай на мэш делаем дай на мэш теперь все это дело сплю с ним еще раз можно еще попробовать чуть-чуть уменьшить выше подводим ну в принципе вот такая пока заготовка так чуть-чуть ее на вот так смотрим что у нас тут симметрии вообще мира and well все нормально так теперь что нам нужно сделать это вот эту вот переднюю часть если вот с этой частью мы еще сейчас как-то сможем поработать с помощью Moff Topology выбираем побольше кисточку ставим здесь где-то вот так иксимметрию и попробуем где-то вдавить где-то вот вытянуть какую-то часть вот так здесь как бы ее наверное поджать здесь тоже как бы ее вдавить и вот здесь тоже сделать не симметрично ну как эдакой короче так это и есть такое дело теперь нужно разобраться с руками руки можно сделать выбрать ММТум вот эту кисточку и вот здесь я вам уже показывал вот они есть уже ноги для черепах подойдут что еще тут есть так и надо найти руки так 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 это ноги это ноги ну давайте сначала ноги выберем кисточку сделаем дубликат допустим вот этого вот панциря делаем дубликат верхний отключаем и на нижний без иксиметрии вытягивают эту ногу бэнс переходим на кисть стандарт теперь что делаем гизму перекручиваем вот эту ногу и будем ее подлаживать подгадывать именно к основной ноге так это все перекручиваем опять же для анимации нога должна стоять нормально ровно вот так вот вот таким вот образом да чуть-чуть еще сюда уводим и можно еще побольше сделать вот таким вот образом так или многовато ну сейчас будем смотреть теперь переключаемся на тело и наверное вот эти ноги ctrl shift давайте их отсобачим выбираем теперь вот эту ногу делаем ctrl w и удаляем через ctrl shift панцирь dell hidden скрываем то что вот это удалено так есть такое дело нога есть сейчас еще тут ногу будем подкорректировать делаем теперь зеркалку mirror and well есть такое дело теперь нам понадобится именно вот эти вот руки там три пальца у него всего лишь на руке и вот нам вот эта кисточка помогает найти вот эту вот кисть делаем теперь опять же дубликат вот этому вот панцирю дубликат верхний опять отключен и к симметрию опять же отключаем и вытягиваем вот эту руку опять же кисть стандарт вы видите что в принципе можно уже столько наработок что собирать именно персонажа экономить экономить время на каких-то вот допустим если бы мы делали вот эту руку и тело это часа на полтора а то и на два так есть вот рука уже есть руку делаем побольше смотрим как она тут установилась сейчас еще тут будем массу нарабатывать именно на самом персонаже так это есть такое дело потом пальцы подпоправим чуть-чуть и можно пусть внизу так смотрят так это вот делаем в геометре делаем mirror and well теперь n выбираем тело выбираем так мофт топологи вот так вот и что можно сделать давайте чуть-чуть иксиметрия прибавим вот вот как-то и попробуем нам мышцы в принципе не понадобятся мы их сами потом можем сделать делаем и делаем так деформацию инфлат тут весь смысл чтобы его надуть именно во вот до таких размеров размеров так теперь что делаем сейчас нужно будет поработать с коленями вот эту часть чуть-чуть вот так вот вывести вперед эту чуть-чуть подсогнуть так голеня чуть-чуть как бы в бок вывести ноги ну а теперь два варианта или вот так вот ногу натягивать вот сюда вот так вот здесь вот тоже делать как бы потолще вот эту часть расширять почему потому что у него вот эти ноги нижняя часть здесь большие вот эти самые ступни их тоже нужно сейчас будет поправлять так что еще вот так он более смотрится где-то можно чуть-чуть на так вот все-таки оформить как будто это нога но здесь будет широко все так теперь весь вопрос в чем нужно сделать так вот это мы шифтом немножко сейчас будем тут массу набрасывать как я в скульпте с альфа 6 показывал и вот при анимации видите при анимации вот эти вот плечи вот эти плечи не должны соприкасаться близко вот с этой с панцирем здесь вот можно конечно спину чуть-чуть завести в панцирь вот так вот и спереди будем делать каким образом можно нарабатывать сферами можно пролепить давайте пролепим так это клей билдоп и симметрия включена переводим на двойку или на тройку интенсивность и вот здесь вот наметка уже есть вот мы по ней сейчас и будем работать вот эту часть прибавляем так через альт чуть-чуть это так давайте сделаем всему этому делу дайномеш а то невозможно нормально работать побольше интенсивности так все это дело пока выглаживаем и погнали все это дело нарабатывать так здесь вот такая будет штукенция здесь ну как пресс типа принцип пресса будем делать так так здесь тоже побольше и вот здесь тоже вот эту часть вот так вот дорабатываем так смотрим что получилось в принципе ничего нормального и вот это дело давайте попробуем растянуть как бы вот так вот а эту чуть-чуть кверху поднять во так теперь здесь ему дооформим крылья наверно сейчас вот так вот во тут немножко шифтом и хорошо конечно все это дело флатаном проработать ну будем клейбилдом терзучить так так это шифтом так как через альт можно где-то что-то вдавить где-то добавить массы опять же кисточку можно делать поменьше и дооформлять вот эти вот части вот. Так, здесь вот тоже немножко вот так вот дооформляем. Так, это есть такое дело. Теперь давайте поработаем вот с этой штукенцией тоже. Это значит N, вот эта часть. Так, на руках не удалил я одну штуку. Ctrl-W. Выбираем руки, убираем вот этот вот панцирь. Мать ой, забываю, как он называется. Dell Hidden. И вот теперь можно N панцирь дорабатывать. Так, тут кисточку чуть-чуть побольше. Сохранение прошло. И вот так вот все это делаю. Нарабатываем. Так, это вот так. Здесь вот так, как бы. Так, здесь потом тоже какие-то кубы, допустим, вот таким образом идут. Хаотично. Так, ну и тут тоже. Вот так вот. Просто пока, как наметку кидаем. Так, здесь тоже дорабатываем, накидываем. Потом все это дооформим. Так как-то. Ну а здесь уже замыкающие вот такие две шишки. Все, чуть-чуть выглаживаем. Все, вроде намечено. Теперь нужно мофт Apology и вот эту часть, вот эту часть, чуть-чуть увести. Вот так и от головы, чтобы голова потом не тянула при анимации вот этот весь, как его называют, опять же. вот такая штукенция. И вот мне кажется, что он как большеватная. Давайте чуть-чуть его еще сплю с ним вот так вот. Теперь что можно сделать? А вот поэкспериментируем теперь N. выбираем персонажа и вот эту часть, вот эту часть, всю маскируем на новую мышку покупать. Я его, мама, уже не хочет работать. Так. Вот так вот. Делаем Ctrl-I и делаем, давайте, так, через Alt. Alt вот сюда подведем, через Alt перекрутим и делаем Skyl. Вот так вот. Так. Ну, в принципе, ничего так. Теперь можно с помощью Moft Apology все это дело, допустим, здесь вот дооформить. вот так, а эту часть побольше. Так, а почему где этот? Во! Вот так вот. Вот здесь вот тоже нужно гражданину, как бы, наверное, миска накидать или вот это вот сюда вот затянуть. Вот так и чуть-чуть, наверное, приплюснуть. Так, что у него тут с грудиной. Так, здесь, в принципе, все нормально. Вот эту часть тоже от ноги отводим, потому что здесь, когда будет делаться анимация, желательно, чтобы вот эта часть не мешала движению ног. Так, есть такое дело, поменьше, теперь кисточку. и вот эти части можно натянуть чуть-чуть вперед. Так, шифтом тут где-то поработать. Потом пролепим еще больше. Так, что тут с панцирем? Так, так, так. в принципе, что я могу сказать? Что не все так плохо. Так, форма есть, тут будет теперь ремень. Так, вот здесь вот как это дело обыграть. если больше только таз делать, тогда он будет квадратно-гнездовой. Так, так, так. Ну, в принципе, нормально здесь сейчас докидать вот эти, вот этот таз. Ноги чуть побольше. вот так вот. Плечи чуть побольше. Сейчас массу надо тоже накидать побольше. Так, есть такое дело, да? Так, здесь вот чуть-чуть надо подпомжи сделать для коленей. Вот так. Здесь голеня вот эту часть чуть-чуть как бы вперед. и теперь давайте ноги. Ноги. Вот. Ноги нужно теперь как бы наращивать. Еще можно даже кубы добавить. Да, наверное, или долепить лучше. Сейчас будем думать. кисточку поменьше Clay Build Up и ставим Brush, чтобы нога не ломалась. Автомаскинг. Bug Face Mask. Так. Делаем вот этим вот ногам теперь Dynamesh. Вот так вот. и будем лепить. Так. Это вот массу накидываем. Так. 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 Вот эту часть сразу тоже вытянуть надо. Вперед вот сюда. Во. Так. Что еще тут? Вот. здесь побольше поставим вот эту часть. Вот так. Угу. Ну, а пальцы уже тогда будем наверное поставим на тройку и будем накидывать уже массу. А пальцы делать квадратные как бы такие большие мощные. вот так вот накидываем. Опять же накид идет не в одну сторону а в разные. Так. Здесь вот тоже наверх пошла как бы сустав. Здесь вот тоже можно его дооформить. так. Теперь все это дело чуть-чуть выглаживаем. Вот так. О. Уже более-менее на палец похож. Ну, а здесь вот на пятки давайте вот эту часть дооформим пятку. Так. Раз. Вот эту часть тоже докидываем. Во. И вот этот переход побольше делаем на ногу. Так. Опять же тут тоже пятка побольше. Во. Ну, а здесь вот подтянем сейчас вот эту часть. Вот так. Ну, и шифтом чуть-чуть и палец наверное еще как бы вот кверху такой чтобы был как косточка тут. Так. И по квадратнее сделаем. Так. Здесь тоже палец так. И вот здесь как бы косточка. А здесь как бы припуск. О. так. Так. потом все выровняется. Мир and well пока накид. тек. Тек-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Позьминаем. Вот так. Добавляем еще вот эту часть. Добавляем бицуху. Добавляем вот эти руки. Мышцы снизу. Добавляем трицепс. Вот здесь он идет. Так. Так. И вот здесь тоже мягкую часть. Ну и вот сюда уходит как бы вот эта мышца. Она идет поменьше кисточку на и вот как бы от бицепса она идет вот сюда. Вот так вот здесь здесь у нас плечо можно его даже побольше поставить. Так. Что еще тут с трицепсом? Можно его побольше здесь поднакидать. Так. И вот опять же получается что при анимации при анимации вот опять будет здесь вот казус. Так. Значит это все дело пробуем так трицепс чуть-чуть вминаем. Вот так вот. Что тут еще? вот эту часть больше как-то выводим на панцирь. Вот так вот. Так 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 вот здесь я не знаю так и должно наверное быть n попробуем здесь вот alt так ctrl z так как-то что-ли сделать а ну-ка если n на персонажа тут и вот здесь накидать мышцы ему побольше побольше вот здесь мясо накидать крылья так есть такое дело здесь у него как бы живот тут как бы груди мы еще какая-то идет пускай здесь здесь вот мышца тоже так что-то наверное все-таки в таком духе должно быть так теперь давайте накидаем вот эти вот трицепсы как этот голени так есть такое дело все выглаживаем делаем мягенько так и получается так если попробуем опять же в качестве эксперимента сделаем ноги вот так вот и вот так оступник это все больше сделаем вот так чуть-чуть кверху вот таким вот и пятку подальше вот что-то в таком духе на так пальцы развести так это тут чуть-чуть уменьшить и вот так вот как бы вот так и здесь чуть-чуть поменьше так мира and well нужно сделать ремень ремень будем делать опять же ремень мы будем делать вот таким вот образом значит добавляем up and добавляем цилиндр цилиндр получается цилиндр мы вот так вот сплюстим уменьшим теперь sky поднимаем сюда повыше тогда теперь все это дело вытягиваем вот так дальше подгадываем расширяем вот так вот что тут получается нормальный ремень так смотрим что тут спереди так все нормально делаем всему этому дай нам кисточку побольше x симметрия английская x и вот так все это дело компонуем так о чуть-чуть перекручиваем и чуть-чуть повыше вот так вот и чуть-чуть пошире можно пусть пошире будет вот ну что-то в таком духе теперь все это дело можно выгладить где-то прибавить где-то убавить все нормально делаем теперь всему этому делу дубликат теперь дубликат так control z дубликат вытягиваем и уменьшаем его хотят-то вот таким вот образом наверное так что тут получается 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 вот такая вот заготовка так мы давайте еще вот так вот уменьшим пусть он потолще будет вдруг если сглаживать теперь вот на этот большой именно саптул делаем вычитание ставим вычитание переключаемся на верхний саптул делаем всему этому мердж мердж да окей и через control снимаем маску вот получилось вот такое вот у нас вычитание так ремень есть так что еще на локотнике ему можно сделать маску 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 обязательно так и что тут шеи у него персонажа и давайте его наверно тут подкорректируем так это значит поменьше и уходит в голове вот так вот сюда так теперь что тут на шею побольше сюда вот здесь как бы поменьше руки как бы наверное вот здесь мышца побольше так здесь тоже чуть-чуть корректируем вот в таком духе и больше как бы наверное так сейчас поменьше кисточку вот и больше как бы наверно на эту кисть напряг вот так все сейчас объединим все это дело и потом она заиграет так бицуха побольше крылья как бы побольше толстоватый он получается так 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 ладно это уже будут корректировки на на картинку какую-нибудь поглядеть так что у него с головой а ну-ка попробуем если голову чуть-чуть увеличить попробуем скайл не не есть хорошо вот так более нормально будет так давайте пока маску ему сделаем а потом будем уже о лоза и там думать в следующих роликах так иксимметрия так control проводим вот таким вот образом так есть такое дело и сразу делаем вот здесь вот через alt а так control alt вот так типа вырезы и делаем экстракт это много это мало ну в принципе пойдет ацепт если что надуть можно флатаном и немножко все это дело так 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 подкорректируем вот ну вот уже что-то уже как-то уже что-то и и теперь деформация инфуат тенс во все это теперь нормально и сделаем динамер чтобы потом можно было по этому делу всему лепить так сзади еще нужно будет добавить две веревки но это уже попозже так ну наверное пока закончу в этом ролике вот на таком этапе теперь нужно просто доработать детали где-то что-то добавить веревки добавить налокотники добавить каких-то ремней возможно даже вот смотрите что можно сделать добавить или шорты или штаны так n давайте попробуем сразу снимаем маску и теперь допустим пусть будут вот так вот шорты делаем экстракт многовато ладно пойдет сейчас посмотрим что получилось вообще так так что тут такое так попробуем инфлат деформация инфлат и чуть-чуть их потонше сделаем вот есть такое дело теперь что делаем вот эти вот штаны вот эти штаны надо увести именно за панцирь так вот раз как-то вот так здесь повыше их поднимаем здесь можно выгладить шифтом чуть-чуть их сделать поменьше или ноги уменьшить потом пролепить сделать складки и будет в принципе нормально вот здесь вот еще чуть-чуть поменьше в бедрах так ну вот уже что-то по-другому выглядит так вот так вот такие штанишки так еще это дело все выглаживаем ну вот пока получился вот такой персонаж после определенных доработок корректировок вот с ногами надо разобраться как тут что еще добавить ему и после раскраски уже будет видно что вообще тут получается все всем пока до свидания